Давно облизывался на тепловизор, на распродаже решил себя порадовать, данная приставка к смартфону имеет хорошее, и что интересно, вроде как даже честное, разрешение матрицы 256 звездочка 192, а по цене вышло дешевле конкурентов, приходит в еврокоробке, вакуумный под собственным весом не открывается, готовьтесь выцарапывать ногтями или ножом. От Виктор здесь только обложка да пара наклеек. Коробка, типичный АУМ, в процессе поиска на Али находил еще два подозрительно похожих прибора, Мелесей ТР-256 и Наява NF-586, полагаю на самом деле их куда больше, комплектация бедная, кроме собственно теплака из полезного поставляется мешочек для него, да тряпочка для противки слез радости. Все, ладно еще условно полезная инструкция, на обратной стороне то же самое, но на китайском, приложение, доступно по QR-коду на обложке. Плюсы, оно есть, каким-то образом поддерживает русский язык, в настройках всего два пункта, английский и китайский, русский устанавливается по умолчанию при установке и если сменить, пропадает до переустановки проги. На этом плюсы кончились, пошли минусы. Работают только три автоматических температурных точки, самая горячая, холодная и центр кадра. При попытке установить свое, приложение вылетает. При попытке открыть галерею, приложение вылетает. При попытке установить температуру тревожного сигнала. Ну вы поняли, более-менее работает смена палитры, создание снимка, ручное переключение, высокая чувствительность, высокая температура. Я бы пожалуй даже смирился, если бы не невозможность перевернуть изображение, это меня доконало. Возможно, что все вышеперечисленное, следствие моего телефона на не самом свежем ведроиде 8, но мне-то от этого не легче. К счастью, прибор видим приложением от InfoSense P2 Pro, есть в плеймаркете, в котором таких проблем нет. Кроме того, в нем можно просматривать уже сделанные изображения и крутить их гамму, выбирать точки измерения температуры и тому подобное. Разрешение, путем несложного теста с использованием транспортира было выявлено, что заявленные углы обзора реальности соответствуют плюс тапок, в двух тестах получены результаты ну, где-то 55, ого, почти 60, при заявленных 56. Переведя угол в Родианы, получим 0.977, а разделив его на заявленное разрешение матрицы, по горизонтали, вертикаль мне проверять было лень, 256, получим 3.8 РАП. Т.Е. на расстоянии в 1 метр 1 пиксель матрицы тепловизора должен целиком видеть участок линейным размером 3.8 мм. Ладно, в этом обзоре уже все расписано. Нам остается лишь проверить. Вот такая мишень, вот такой стенд, вот такой вид со 130 см, а вот такой, со 180. Критическое расстояние, на котором линии перестают различаться корректно, где-то 135, 140, трудно поймать момент, с контрастом беда, так как текстолит работает зеркалом, то есть в роли фона мишени непосредственная. Тем не менее, можно с уверенностью различить 9 раздельных линий на расстоянии 130 см. Мишень сделана из банального листочка в клеточку, так что ширина ее линии 1 клеточка, или 5 мм. С расстояния в 130 см мы получим угловой размер 0. 5 первых, 3 равно 0. 00384 Радиана. Что совпадает с заявленным. Делаем вывод, пикселей положили нормально, оптику зажмотили не критично, ну почти. По краям кадра есть заметное искажение, использование в электронике. Тут все предсказуемо грустно. Не предназначен фокус на бесконечность для рассматривания микросхем. Путь решения тоже давно известен, благо фокусирующие линзы для станков лазерной резки гравировки стоят не особо дорого. Совсем другое дело. Но еще немного фоток. Жало Т12 копеек, на станции установлено 330. Такой шум наблюдается сразу после включения теплака, до первой калибровки. Тестовый стенд, на котором я снимал нагрев компонентов. Кто сказал, что в тепловизор не видно надписей? Кажется, я не совсем правильно понял смысл выражения селфи на телефон. Резюме. Нормальный теплак. За нормальные, в принципе деньги. Из конкурентов, InfoSense P2, наверное. Но у него температурный диапазон уже, P2 Pro на том же сенсоре, что и обозреваемый, дороже уже довольно значительно, хотя за эти деньги там из коробки есть макролинза. Младшая модель обозреваемого, 328A, TR-160I, NF-583. С разрешением 160 звездочка 120. По слухам, из темы про вышепомянутый InfoSense P2 Pro на форуме и в блог. Если быть точным, сделано на том же сенсоре и отличается только прошивкой. Ни к чему не призываю, рабочие методы перешивки пока не наблюдается. Первый обзор, тапки и прочая обувь приветствуются. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.